Меня зовут Юлиана Сайдакова, у меня дизайн-студия, интерьерная студия, занимаемся дизайном в городе Минске, в Беларуси. Реализовываем проекты коммерческие и частные. Команда у меня из шести человек, есть четыре дизайнера, дизайнеры-визуализаторы, архитектор, менеджер проекта. В основном все мои клиенты приходят через рекомендацию, в основном все через рекомендацию. Иногда это Инстаграм работает, иногда это работает реклама. Ситуация, с которой я столкнулась, это как правильно организовать так работу, чтобы я как основатель могла заниматься более эффективными задачами, правильно делегировать задачи в своей студии, улучшив сроки работы с проектами. Я слишком много контролирую, то есть я пытаюсь все сама контролировать и не делегирую это, хотя у меня есть сильные люди в команде, у меня есть очень грамотные специалисты, которые даже некоторые вещи знают лучше, чем я, но из-за какого-то такого, скажем, привычки постоянно все контролировать, делать самостоятельно, я не могу отпустить. Вот это проблема, которая меня привела сюда, чтобы я узнала, какие задачи все-таки делаю я как руководитель, и либо кто мне нужен еще дополнительно, либо кому я могу передать другие функции, которые делаю сама. Консультация получилась, очень приятное знакомство, и я очень рада, что это именно личное знакомство, потому что таким образом ты лучше улавливаешь и понимаешь, да, ответы на вопросы свои я получила, узнала, кто мне необходим, какой человек еще дополнительно был бы для меня важен в команде. Ответы получила на свой ряд вопросов. Теперь вот с такой вот еще дополнительной головой понимаю шаги, какие шаги мне нужны для того, чтобы все сложилось лучшим образом. Задача руководителя-создателя, да, что делать в коллективе, чувствовался авторитет, как не потерять свое имя, делегируя им большинство задач, чего не должна рассказывать лишнего в коллективе, анализ ситуации и желаемых результатов, выработка стратегии достижения результата, кто такой эффективный руководитель, построение продаж, личный бренд, поиск идей, интерьера, вдохновения. Это вот мои, скажем, тезисы, по которым я проходилась. Маленькая часть, но мы проговорили про все вот эти пункты. К каждому этому пункту еще дополнительно есть, скажем так, у меня теперь открылись еще шире глаза, куда я должна еще более широко мыслить и смотреть. Первая моя цель — это сначала освободить себе время для того, чтобы двигаться дальше и консультироваться, обучаться. Тут важно мне найти возможность, точнее, возможность есть и время есть, чтобы просто этим обучиться правильно. То есть я хочу прийти к системе в своей работе. Порекомендовала бы всем, кто руководитель дизайн-студия. Даже, мне кажется, ты работаешь не только на дизайн-студии, ты можешь работать в любой даже сфере, потому что есть алгоритм четкий, когда ты работаешь организованно, и в алгоритме, системе ты более эффективным. Также могут быть и даже строительные организации, чтобы скомплектовать и урегулировать свою работу лучше. Прекрасное место здесь, здесь очень красивая природа вокруг, и, в принципе, такая маленькая Италия. Шикарный кабинет, приятная беседа, все хорошо, вкусный чай. Мне, правда, все очень понравилось, настроение прекрасное. Я очень рада, что я приехала и что мы пообщались. Спасибо, спасибо большое. Я думаю, у нас это только до новых встреч.